Добрейший вечерочек, это вечерний Шуберт. Поздравляю всех с Рождеством и Новым Годом. Наконец-то с Бадуна выходит запоздалый выпуск, посвященный звуку на камере Урса Мини 4.6К. Итак, что проверяем звук. Гоу! Хулиганы! Никаких новых опций в плане звука не появилось. То есть, также можно выбирать либо запись с встроенного микрофона, либо через XLR входы. Изменяются настройки уровень микрофона, тип входа, линейный вход или микрофон. Возможность включения фантомного питания, настройки микрофона. Форматов тоже новых не добавилось. В принципе, все то же самое. Но надеемся, что все, что не делает Blackmagic, все к лучшему. В этом лучшем из миров. Забегая вперед, сразу скажу, что звуковые возможности этой камеры немного уступают изображению. Ну, как говорится, никто не вудиален. Даже и вудиален уже не тот. На съемках большого кино все равно приходится пользоваться услугами профессионального звукооператора и отдельным рекордером. Ну, а для документалистики и репортажа этого звука вполне хватит. Сразу же скажу, что я не являюсь экспертом в области звука. Хотя я люблю музыку, могу отличить хороший звук от плохого. Даже слушаю винил. Но, как профессионально протестировать камеру на звуковые возможности, я не знаю. Мы записали вот небольшой интершум, как вы можете слышать. И запись с различных микрофонов. Вы можете все только своими ушами услышать. Я считаю, что по сравнению с фотокамерами, звуковая система URSS и Mini 4.6K, это очень большой плюс. Из предыдущих обзоров напоминаю, что камера имеет два входа XLR с фантомным питанием 48 Вольт, раздельную регулировку по каналам уровня звука и выход для наушников, который, к сожалению, замедляет воспроизведение примерно на полсекунды. Теперь протестируем встроенный микрофон. Итак, проверка встроенного микрофона. Говорит и показывает Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня 20 апреля, суббота, день всесоюзного коммунистического субботника. Ну вот, берем за корпус. Топим объектив. Вот пример записи с трех метров. А вот, пожалуйста, добрейший вечерочек, с вами вечерний шубер. Стоп. У меня родилась идея установить старый микрофон от камеры DVCAM и с помощью баночки изоленты сделать крепление. Вот такое получилось изделие импровизированное. Так как камера не имеет никаких крепежей для микрофонов. Это большой минус на самом деле у Блэк Мэйджика. То есть приходится что-то выдумывать или покупать дополнительно. Вот такое изделие получилось. Испытаем. Говорит и показывает Москва. Доброе утро, товарищи. Сегодня 20 апреля, суббота, день всесоюзного коммунистического субботника. Сегодня вовсюду в нашей стране рабочие, колхозники, инженеры, студенты, школьники, все советские люди вышли на субботник. Уровень звука получился весьма низкий, но собственных шумов не слышно. Приходится вытягивать полностью на полный уровень. Ну и это вундервафле не прокатило. Используем более серьезный микрофонный Sennheiser G2 петличку и пушку Sennheiser. Вот звук с пушки. Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Добрейший вечерочек, вот так вот, раз, и Шуберт, все, стоп. И, наконец, звук с радиопетлички. В сапогах, в потертой блузе с бодуна, во всей красе шел мужик по кукурузе, по нежатой полосе. Пиджачок торчал кургуза, из цигарки шел дымок, думал, вот же, кукуруза. Думать дальше он не мог. Вдруг, заряв калиматоры, подошел комбайна в строй. А в комбайне тот, который, а в соседнем тот, второй. В куртках фирменной расцветки, в окружении поселян, и в руках у них ракетки. И у каждого валан, неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжиг, Путин вышел из комбайна. Путин. Тут и сел мужик. Вышел солнцем, россиянин. Наступил в родную слизь. Что? Трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидав их пред собою, поселянин заблажил. Как же вас сюда, обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен. Вербовать-то он мастак. Да небось, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Нынче, сидя за обедом, доедавшие скалоп, мы подумали с медведом. Замутите еще бы, чтоб. Все мы делали. Чего там? Забавляя всю страну. Управляли самолетом. Погружались в глубину. Нежной дружбы не таили. Пели рок, коров доили. Твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы. Ты все, что хочешь. И при звоне чашек чайных был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнее же, чем воржи. Совершенный оболванин от таких серьезных тем так и ахнул россиянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил не по лжи. Так чего ж еще тут делать? Ведь не править же, скажи. И мужик, напрягши память, так и брякнул королям. Да, уж лучше вам не править. Лучше так вам, по полям. Чтоб ракетки и валаны, и комбайн для куражу. А так какие ваши планы, я хоть бабе расскажу. И со смешкой, как ангел, тот сказал примерно так. Толь на лыжах в акваланге, то ли в танке на журфак. Что тут скажешь? Что предложишь, лежа в страхе на стогу? Как ты так без литра можешь? Да, уж молвит он, могу. Итак, мы сегодня протестировали звук на камере Урса Мини 4 и 6К. Продолжаем праздновать до окончания священного месяца в Драмадан. Смотрим вечернего Шуберта, конечно же. Так как впереди много очень интересного. Например, это тест нового видоискателя, который вот-вот к нам идет. Но пока что еще задерживается сначала из-за оленей и Санта-Клауса в США, а сейчас из-за россиянских властей и наших праздников. В дальнейшем будет тестирование и сравнение камеры Урса Мини 4 и 6К с другими камерами Blackmagic, а также рядом, а может быть и еще чем-то. Так что не пропускайте, смотрите вечернего Шуберта. Ну или можете посмотреть моего конкурента Урканта в фильме Ёлки 5. и другие россиянские шедевры, и оглупляться дальше. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok